Всем привет! У нас сегодня вторник, второй день нашего отпуска с Лавой. Погода, к сожалению, не очень. Сильно на улице ветер, холодно стало, дождик иногда идет. Короче, коблица у нас на этой неделе отменяется, по всей вероятности, потому что на всю неделю вот такую погоду обещают. Сегодня-завтра особенно такой сильный ветер будет с дождем. Вот. Вчера мы так ничего особого не делали. Я была до обеда, ездила к маминой сестре. Ну, она пригласила меня, маму, там еще пару женщин. И мы это, на завтрак, короче. И я вот до обеда там пробыла, приехала домой, и потом мы просто дома отдыхали. Слава был вчера тоже с утра у врача, ему прописали, ну, назначила на сегодня игловкалывание он ездил, и выставляли ему. Она уже ему как-то делала. И выписала ему физиотерапию на шесть раз. Тоже еще надо сделать эти термины. И что он еще... А, и новый поезд. Поезд. Пояс. Пояс. Пояс, ну, для спины, чтобы работать мог. Как прописала ему. Тоже надо будет ехать и заказывать его. Вот. И сегодня, как я говорю, погода ужасная. Вообще ничего не... Ну, как? Такая погода, вот просто разжечь камин и лежать, и ничего не делать. Но так, конечно, не пойдет. Сейчас мы будем, Слава, лепить манты. Я уже сделала тесто. Слава замешал фарш. Сделал. И сейчас жду, пока тесто немножко полежит. И начнем лепить. Уже, правда, поздно. Но мы поздно завтракали, выспались. И будем высыпаться всю неделю. Последняя неделя каникул. Вот вчера мне надо было пораньше встать. В воскресенье надо было рано вставать. И, короче, сегодня первый день, что можно было выспаться. И вот так сейчас всю неделю будет. Слава Богу. Вот. И сегодня после обеда к пяти часам. У нас сейчас уже второй час. 15 минут третьего. Надо торопиться, кстати, уже манты начать лепить. Мы поедем в кино с детьми. Так как Коблинс отменяется, ну, хоть что-то с ними сделать. Ну, как. Хоть куда-то. И они говорят, давайте в кино. Ну, давайте. Пойдем в кино. Но я не знаю, как оно на русском называется. По-немецки. Диун Глял Фрихин Цвай. По-моему. Не знаю, что за фильм. Но дети вроде говорят, хорошие поедем. У нас тут недалеко. Новое кино. Новый кинотеатр открыли. И вот. Ну, уже давно, конечно, пару лет назад. До этого мы сюда ездили. Подалеко надо было ехать. Там успаковка проблематична была. А здесь совсем рядом. Классно. Так что сегодня у нас такой день будет кино. У меня сейчас машинка. Это судомоечная. И машинка стиральная. Все работает. Дома, конечно, дел хватает. Но потихоньку. Не сразу все. Я чувствую опять все до конца недели. Отложу, отложу. Но сегодня. Манты сейчас будем лепить. Потом поедем в кино. Потом вечером, может быть, в сауну сходим, посмотрим. Такая погода вообще. Хоть каждый день в сауну. Ходислав вообще молодец. Вчера нас уложил. И сам пошел в сауну. Когда мы все уснули, он пошел в сауну себе. Сам. Один. Я говорю, вот без совести. Даже не предупредил. Не сказал, что порчит. Он говорит, я спонтанно решил. Говорит, ты спал? А я говорю, я пошел. Ну, ничего. Он говорит, я еще из тобой могу пойти. Так что вот такие дела. Будем наслаждаться отпуском. Вот в четверг, по-моему, без дождя будет. Солнце вообще всю неделю не будет. Ну, хоть дождя не будет. Да, я вам. Окна надо почистить. Кухню. Кухню, кухню, кухню. Кухню, наверное, завтра не буду делать. Это мне надо весь день на это время. Завтра, наверное, лучше кухню убирать. Шкафы все расхламлять. Так что вот такие вот дела. Потом переключимся. Будем любить. А то поздно приедем в кино. Опоздаем. Манты я буду варить в мантоварке. Ой. Мантоварки у меня нет. Поэтому я буду варить в термомиксе. У меня вот такая вот специальная насадка. Вот. Сюда кладу манту. Сюда наверх кладу. И потом вот такой вот крышкой вот так закрываю. И на термомикс вот этот вот ставлю наверх. И оно на пару готовится. Все. Будем начинать. Вот я уже первый ряд уложила. Немножко смазала маслом, чтобы они не прилипли. Хотя они и так не прилипают. Вот сейчас буду второй слой. Ну я не второй слой, а... Теперь сюда еще укладывать. И потом включу. Иногда получается, что на два раза надо включать. Пока мы первые едим, второе готовится. А оно быстро там готовится. Первая партия у меня уже варится. Как вы слышите. И вот это сейчас на второй раз потом включу. У меня там осталось... Сейчас покажу. Вот. Вот так оно варится там внутри. На пару. Вот осталось 12 минут. И будем кушать. И потом пока будем вот это есть, сделаю вот эти вот, отварю. Ну тоже поставлю, короче, варить. И у меня осталось тесто. И я, как всегда, делаю это не очень получилось. Не просила, но ничего. Три вот такие лепешечки. Просто сейчас буду жарить на сковородке. Вот я масло сейчас растапливаю. И здесь вот жарить эти три лепешечки. Дети очень любят. Я всегда, если у меня тесто остается, я жарю вот так вот на сливочной маске. Вот так просто вожу, кладу. И сейчас буквально там по пару минутки. Осталось, с обеих сторон. И готово. Буквально пять минут, и вот такие три лепешечки у меня получились. Так, сейчас буду накрывать стол. И будем кушать. Это Слава мне уже вино налил. С того, что я его наругала. Хотелось мне ей помогать лепить манты. И просидела возле компьютера, и я смаху улепила. И он мне налил вино, чтобы я успокоилась. Все. Потом переключимся, покажу нашу манты. Всем привет. Всем привет. Всем привет. Всем привет. Мы едем в кино. В кино. В кинотеатр. Кино. Кино. Да, по-немецки кино, а по-русски кино. А в русский же кино, что в дойче кино. Сейчас будет кино. Я забыла. Мы такие голодные были. Я хотела снимать видео. Да, мопси, кукма. Четыре собачки. Из них один мопс. И три разные другие породы. Я не разбираюсь. Мопс и три дворянских породы. Дворянских? Ну да, для двора. А что? Короче, я забыла снять. Когда уже почти все съели, я думала, блядь, я же хотела показать готовые манты. Но у меня, правда, там еще порция сварилась. Но она еще стоит. Ну так. Сварилась, но мы уже были сыты первой порцией. Поэтому на завтра останется. Завтра поджарим. На мазничке. Ну, я думаю, Слава, я думаю, да? Слава, скажи. Были очень вкусные. Мягкие, сочные. Мягкие, сочные. Много лука. Да. Все получили. Очень получились вкусные. Вот. И сейчас мы едем в кино. Время 16.16. Сейчас. Вот, смотри, сейчас пасмурно, темно, и машина свет не включается. Когда солнце светит, оно включается свет. Что-то он не готов. Можешь нибудь посмотреть, может, горит, не знаешь? Да я же вижу. Чего ты не вижу? Что свет горит? Что свет горит? Ладно. Если бы получится, я немножко там поснимаю в кино. Ну, сам фильм, конечно, нельзя. Да, так, я имею в виду сам кинотеатр. По-моему, я еще не снимала. Когда мы там последний раз были, у нас еще канала не было. Не вели. Так что. Взяли специально стаканчики. Да. Покажи, Кесла. Да, Кесла. Ну, не важно. Ну, достань. Ну, тут прямо вверху машины. Пластиковые стаканчики. В кино. Чтоб руками не тянуться туда постоянно. Да. И как вот пять человек мы вот так сидим, неудобно. Надо вечно или тянуться, или вечно передавать друг к другу. Короче, неудобно. Поэтому мы взяли эти стаканчики, и каждый себе будет набирать. И будут кушать, потом опять набирать. Куда он едет? Вот заворачивает, как будто на трактор едет. Я забыла, как он окрасит. Ну, хорошо, темно будет. Да, мы в деревню едем. Мы в деревню из-то просто. С одной деревней, в другую. Несмотря на погоду, у нас хорошее настроение. Приедет домой, потом слава, камин растопит. Я сделаю, наверное, или завтра. А может, я сегодня вечером трансляцию, а? У камина. А я уже рассказывала. Второй раз уже рассказывали? Как второй раз? Я сказала, что сегодня утром было. Ну да, я живу. Когда манты крепила, я делала. Слава дождеству. С минуты сорок, а я в обеду лежал. Иголками обстыкают, и на эти иголки лампу ставят специально, которая греет. И эти иголки накрывают. Лампу как-то интересное прогревание. Мне кажется, лучше, чем банки. Она расслабляет напряжение мышц. Для меня это как массаж. Сколько минут? Не знаю, иногда минуты сорока. Но если они задерживают, у тебя определенное время, они не успевают тебе подбежать, то это с твоего времени может быть, часа двадцать. Это так минут сорок. Классно. Но только один раз странно, что, да? Ну да, странно, что. Но она ему физиотерапию еще прописала. Там сейчас оправа. Обещание, так сказать. Короче, они уже сами путаются, потому что работы очень много. Может быть, у меня был еще один на направлении металли, я не знаю. Ну, в общем, ладно, я там, в принципе, это все равно большой, большое внимание. И мячки, ты все равно наверху смотришь. Главное, ты не показала, то, что мы это рассказывали, да? Не рассказывала, показывала. Сложно, не упомянули, пока мы... И вчера, да, вот эту штуку, которую мы вчера, говорили, что хотели показать в воскресенье, но поленились. И вот сегодня вам покажу, мы вчера ее собрали, и я сначала, Слава сгился, а я ржала, как ненормально. Чего ты ржаешь? Он ложится, сначала, короче, пока там все на китайском стоит, да? Ты здесь в Китае? Да. Все на китайском вообще нету, ни на английском, ну, английский, мы-то, правда, тоже не понимаем, но все равно, хоть чуть-чуть и равно можно понять. И это... И вот он пробует все, а так и пробую, потом я его пристегнула, и тоже неправильно, он встает, оно за ним все ломается. Мне так смешно было, это надо было видеть. Леон на свой телефон даже соснял, потому что я ржала так сильно. Потом дошло... Смеялась. Я не лошадь, я не ржу, а смею. А потом дошло, уже в конце, он раза три-четыре. Потом, как начал растягивать спину, у него хрустит, я, Слава, перестань. Я это слышать не могу. Один раз хрустнула. Дети кричат, Слава, это ты... Папа, не Слава. Пытками занимаешь, сам себя пытаешь. Дети не Слава говорят на тебя, папа. Папа. Слава сидит возле него. Папа хрустит, говорит у тебя. Слава. Еще один раз. Ага. А у меня наушники были, и я взорву вот этого хруст слышала. Я говорю, ты сейчас вообще разберешь на части свое. Я раз, и вытянул назад. Потом положил свой у него матрас есть такой, который и подогревается, и массажирует. Тоже на управление включает, и оно это массаживает. Так он полностью. И потом еще подожжал, пока мы уснем, и пошел в сауность. Так я, получается, за два дня сделал, только раньше две недели. Да. Плюс еще сейчас и вкалывание было, и все терапия. Будешь опять новенький, как огурчик. Я сказал, я хочу пять лет еще уметь на этой ужасной работе продержаться. Я говорю, у нас спортсмены продавливаются. Все спортсмены, что с меня брать? Ну, в общем, мы договорились, она говорит, ладно, еще один вариант, надо будет не этот, инвалидность оформлять. Да, по-русски, инвалидность. Вопрос, сколько процентов. Ну, они с 30 начинают. С 20. С 20, да? Ну, уже 30, уже неплохо будет. Лучший вариант, конечно, 50%. Тогда больше отпускать можно. Больше отпуска с 50%, по-моему, процентов. Но со спиной, я думаю, это не тяжело будет получить 50%, ну, как я по моей этой коллеге, которая женщина. Ну, у нее, правда, с другой немножко. И это. У нас вот сейчас одна работает, у нее с глазом что-то просто со зрением. И 30% инвалидности дали. Я была в шоке. Ну, не знаю. Ну, ей еще нельзя больше, ну, как ей, представьте, больше, больше, да, нет, Урла, отпуска больше ей нельзя брать. А вот, которая 50%, у нас у всех 36 дней Урлова в году, а у нее 47, на 11 дней больше. Представь, 47 дней отпуска. Так что надо попробовать. Больше, чем нет, они не скажут. Да, ну, я... Туиславия объяснила, она как надо, откуда идти, и как это вообще. Я ненавижу эти... Да, это куча бумаг, бумага, Оформление помогает, кто-то помогает. Я слышал, что на курорте нам говорили, что просто бумаги оформлять, да, это совсем хорошо, и нужно, чтобы специалист помогал. Я теперь не помню, кто, где, надо сказать. Все, посмотри, у меня там губнушка есть. Зачем тебе? Ну, у меня такие губные, я не знаю. А у нас хорошая, если выроски, камера на тебе, ну, она камера не накрасит, но вот, У меня там есть губнушка, сомышка. Было бы замечательно. А на сбоку, с... Если бы еще парковаться, было бы... Разрешаю, Господи. Угу. Сейчас будешь на ходу краситься. Пожелу лучше жвачку. идет мадамочка, бедная. Дождик, снег. Замуэй, Сиэра, Сантьяу. Замуэй. Достал. Кобегиническая. Там еще одна есть. Там еще есть. Ида, Италифи. Вот так. Мы сейчас будем в три часа стоять в пробке, и приедем поздно. Уже полпятого. Через полчаса начинается фильм. Так что губнушка тебе сейчас пригодится. Если я знала, я по-другому поехала. А так-то не мешает их. Нет слова. Там этот светофор дурацкий, да? Ну, Баус, что ли? Это вот сейчас мы едем по этой дороге, по которой я буду потом опять детей возить. И тут вторая. У нас второй ремонт работы открылся. Но это же дороги, только чуть пораньше. Это надо два часа раньше до школы уезжать. Шесть часов. Шутка. Безпределение. Воскресенье. 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 Он не может это понимать. Гольф, Густав, Геронима. Джеронима. Геронима. Все. Другое дело. Спасибо. Мы не успеем. Мы не успеем. Как мы сможем успеть? Давайте. Мы успеем, ребята. Это уже в 5.30 и мы стоим. Сейчас мы все до сна. Браво. Шау. Делта. Эко. Сейчас посчитаем. Если каждый раз вы проходите штуку шесть машин, то здесь штуку тридцать. 5 раз светофор загорится. Ладно, потом переключимся. У меня начинается стресс, потому что мы поздно приедем. А я ненавижу поздно приезжать. Потом переключимся. Все. Все, мы приехали. Успели все-таки. Сколько сейчас время? Сколько время? Без 20. Нет. Мы тогда, когда последний раз здесь были, еще не было у нас канала. Тридцать. Да. Вот называется Фильм Вейтлипе. Фильм Вейтлипе. Тут не очень большой, но кто тоже выходит. О, мерзкая погода. Ветер. Дождь. Кинотеатр. О, замуж в машине сначала. О, смотри, Гурс, смотри. Что, не видишь, что творится? Очередь какая. О, кошмар. Мы уже здесь. Такой кинозал. Небольшой, правда. Очень много людей. Нам дали. Здесь дети втроем. Здесь вообще. А мы здесь. Льюис. На самом концу. Вот за нами стенка. Леон с нами. Здесь мы втроем. Самый вот сбоку. И Льюиса за мной здесь. Такой маленький кинозал. А вот что мы купили. Вкус здоровое. 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 Пить фанту. Спрайт. Сейчас буду разделять. Все, сейчас будем кушать. И будем смотреть фильм. Да, Слава? Можно и спать? Нет, я буду делать. Все, посмотрели фильм. Понравился всем, дети. Без ума. Или как сказать, бегайство. Так. Очень довольны. Да. Очень-очень довольны. Улица уже темно-темно. И мы сейчас едем домой. Слава растопит сейчас камин. Классные у нас места. Мы думали, блин, ой, самый последний. Там оставались пару мест всего. А у нас еще самые лучшие были. В конце и с краю так классно было все видно. Где дети? На сзади идут. Все. Буду на этом прощаться. Уже темно. И до следующего видео. Всем пока-пока. Пока-пока.